Существует очень старинное, очень красивое гадание, чтобы узнать своего суженого или человека, который предназначен судьбой. Для этого нам понадобится два зеркала, обязательно две свечи по краям и минимум света. Это гадание лучше не делать одному, лучше, чтобы в комнате был кто-то еще. Когда вы увидите, что силуэт уже приближается слишком близко, лучше гадание прекратить и уже больше не возвращаться к зеркалу, чтобы не было каких-нибудь дурных последствий. Если у вас на столе стоят какие-то предметы, то можно их оставить, но лучше, конечно, убрать, потому что силуэт может передвигаться по предметам. Самое главное не дать силуэту пробраться в наш мир. Нужно сказать суженый, муряженый, прийти ко мне ужинать. И, вглядываясь в зеркало, уже высматривать силуэт человека, либо силуэт, либо, может, это образ какой-то. И должен появиться в коридоре некий силуэт, который будет постепенно приближаться. Бояться не нужно, но когда вы уже начнете разглядывать какие-то черты и вам покажете, что этот силуэт очень близко, нужно резко опустить зеркало и сказать, чур меня, глазами в зеркало уже не смотреть. При этом нужно запомнить, какого человека вы увидели. Этот человек и будет тот, который предназначен вам судьбой. Чтобы успокоиться как-то после гадания, лучше выпить чай с мятой или с молоком и пожелать себе спокойной ночи. В принципе, две свечи, которые используются, они защищают вас от входа других сил. Поэтому можете не беспокоиться. Самое главное выполнять рекомендации и смотреть, кто вам предназначен судьбой.